самодиагностики. Немножко о том, что нас с вами сегодня ждет. Поговорим о том, что вообще такое mental health, что из себя представляет этот модуль, почему психологическое здоровье не менее важно, чем физическое, что такое психодиагностика. Также разберем несколько методик и поговорим о том, зачем они нужны и чем они могут вам помочь. Передаю слово своей коллеге, клиническому психологу, заместителю директора Центра сопровождения грузиного образования Вере Шавриной. Пожалуйста, Вера. Спасибо, Анастасия. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада всех видеть, приветствовать, наблюдать, на самом деле, достаточно большое количество человек на нашей сегодняшней встрече. Это здорово, здорово, что есть желание и потребность наших преподавателей самосовершенствоваться, развиваться, познавать себя в том числе. Да, спасибо, Настя, что представила. Меня зовут Вера Шаврина. Я являюсь сотрудником Центра сопровождения инклюзивного образования. И сегодня мы начинаем большой блок, большой модуль Mental Health в рамках «Это мой эксперт». Немножко волнительно, потому что это наш новый проект, можно сказать, да, такой новая ветвь. И мне волнительно, что сегодня я познакомлю вас с ним и дам, так сказать, перережу эту ленточку красную, чтобы наш корабль плыл дальше. Так, сейчас тогда я запущу сразу же демонстрацию экрана и презентацию. Так, коллеги, надеюсь, видно, да? Слышно? Да, да, все видно, спасибо. Отлично. Итак, наш прекрасный модуль новый Mental Health, который посвящен вопросам психологического здоровья участников образовательного процесса. В первую очередь, конечно, преподавателей. Это и последующее мероприятие Mental Health будет проходить в рамках как раз проекта «Это мой эксперт». Ну, будем проводить и, собственно, мы, сотрудники Центра сопровождения инклюзивного образования, и наши коллеги также с проекта «Это мой эксперт». В целом могу сказать, что да, я являюсь клиническим психологом, и для меня, у меня есть достаточный опыт, и основная наша, наверное, цель – это поделиться знаниями и поговорить с вами не просто как с преподавателями, да, не только как с преподавателями вуза. Безусловно, эта роль огромна для вас. Но еще как с людьми, как с любым человеком, которым нужна психологическая поддержка, да, помощь какая-то, психологическое просвещение в том числе. Передам слово сейчас Анастасии, да, чтобы она немножко более подробно рассказала. И напомнила, возможно, так, у меня почему-то не переключается слайд. Вот так. Про наше мероприятие «Это мой эксперт». Спасибо еще раз. Да, «Это мой эксперт» – это не классическая программа профессионального развития для преподавателей, аспирантов, менторов университета «Это мой эксперт». В течение учебного года мы проводим вебинары, мастер-классы, организуем курсы для преподавателей в онлайн-оффлайн-формате, посвященные образовательным технологиям, цифровым сервисам и любым вопросам, которые важны для преподавателей. В этом году у нас небольшое обновление. «Это мой эксперт» запустил модульные курсы, а также сквозные модули. Вот о «Mental Health» сквозном модуле вам чуть-чуть позже расскажет моя коллега Вера. И сегодня мы рады приветствовать вас на нашем первом мероприятии по «Mental Health». Немножечко о том, что нас ждет в плане модуля. «Mental Health» – это сквозной модуль, то есть он не идет какое-то ограниченное количество времени, не привязан к какому-то месяцу или части семестра. Это значит, что мы с вами будем видеться один-два раза в месяц на протяжении всего года. Частота, естественно, может меняться в зависимости от запроса. Мы всегда открыты предложением. Если вы хотите осветить какую-то тему или очень хотите послушать о чем-то, пожалуйста, пишите нам. Мы обязательно возьмем это в работу, потому что для нас очень важно, чтобы информация, которую мы предоставляем вам, и темы, с которыми мы работаем, были актуальны для вас в первую очередь. У меня, наверное, все. Передаю слово обратно Вере. А вам, уважаемые участники, желаю продуктивного семинара. Спасибо, Анастасия. Ну что, начнем погружаться в наш модуль «Mental Health». Начнем изучать себя и немножко еще, да, все-таки о чем будет модуль, о чем мы с вами будем говорить все это время. Надеюсь, что это будет долгий, интересный для вас в первую очередь путь. Вообще, модуль «Mental Health» направлен, конечно, на развитие навыков саморегуляции наших преподавателей, на поддержку их эмоционального благополучия и психологической безопасности, да, ну и развитие каких-то навыков самопомощи, чтобы вы всегда могли применить их как в личной своей какой-то жизни, так и в профессиональной деятельности в том числе. У нас главная цель – отстраниться больше от рабочих процессов, да, забыть на какое-то время хотя бы роли преподавателей, конечно, это, безусловно, очень важная сторона нашего, да, нашей жизни. Но, тем не менее, мы больше поговорим о личности, о том, собственно, как понять себя, как сделать, как помочь себе, да, если это необходимо, как помочь себе жить в комфортных условиях. Ну и, конечно, будем касаться так или иначе темы преподавания. Для нас это тоже достаточно важная часть нашей жизни, но все-таки концентрируемся именно на личности, да, на самом себе, как на человеке в первую очередь. Вот, пожалуйста, делитесь с вашими ожиданиями в Google Doc'е, которые коллеги регулярно, да, перед мероприятием запускают, вашими вопросами, ожиданиями. И на их основе мы постепенно будем формировать те темы, которые будут интересны именно вам, да, то есть у нас всегда диалог открытый с вами, и мы всегда готовы выслушать, в первую очередь, что важно вам в том числе. У нас в модуле будет три смысловых блока. Как правило, это будет либо психологическое просвещение, поговорим о том, что, в принципе, да, психология нам дает, какие-то понятия разберем, поговорим, чем отличаются там психология и психотерапия, например, да, и так далее. Следующий блок – это эмоции и чувства. Больше будем говорить о том, как они влияют на нас, какие эмоции мы можем испытывать, какие мы должны испытывать, несмотря на то, что это, возможно, какие-то не очень приятные для нас ощущения, да, и, собственно, постараемся вот комфортно идти с собой. Ну и третий блок, который мы выделили, это саморегуляция. Саморегуляция как такой способ, начиная, не знаю, техника элементарного дыхания, да, до, в принципе, такой долгого продолжительного процесса, да, каких-то дневников наблюдения, возможно, за собой, для того, чтобы вы могли всегда понимать, если вы не умеете, да, как-то расслабляться, то хотя бы где-то найти, как это сделать и попрактиковаться самому, да, на наших занятиях или все, собственно, отдельно. Также моды включают в себя занятия в формате, в основном будут проходить в формате вебинаров, онлайн-встреч, но, как правило, это больше будут практические встречи, да, на которых мы будем что-то отрабатывать, что-то делать, нежели лекционные. И наша такая большая мечта, к которой мы также идем, надеюсь, вы нас в этом поддержите, это клуб преподавателей, это встречи вне комнат Зума, которые направлены в первую очередь на обсуждение насущих вопросов в неформальной обстановке, будь то выезд куда-то, да, на, возможно, какую-то интересную локацию, да, или обсуждение, но в стенах вуза какой-то киноклуб, или это будет просто круг, в котором мы поговорим о том, что нам важно. Мы надеемся, что клуб преподавателей выльется в дальнейшем во встречи, на которых каждый сможет найти какой-то ответ на свои вопросы, на свои личные, да, какие-то запросы в доверительной атмосфере. Каждый из участников сможет дать какую-то обратную связь своему коллеге, поделиться опытом, поддержать, потому что действительно мы встречаемся, мы часто пересекаемся на разных мероприятиях и в рамках одной эксперта, но контакта нам иногда мало, и возникает много вопросов, которые хотелось бы обсудить и понимать, что тебя услышат, тебя не судят, да, и поделятся впечатлениями, понять, что на самом деле это присутствие, ну, те или иные переживания присущие очень многим преподавателям. Вот наша такая картина, на которую мы равняемся, и если вам будет интересно, если вас это заинтересует, то мы только будем рады развивать данное направление mental health. На данный момент мы уже подготовили, да, так сказать, набросали на будущее несколько вопросов, несколько тем, которые будут, возможно, вам интересно, да, это сегодня мы поговорим о методиках, которые лучше помогут понять себя, да, как психологическая диагностика, дальше мы поговорим о том, в чем вообще разница, ну, на следующих встречах психотерапии, психологическом консультировании, да, как выбрать нужный подход, что нужно именно вам, и нужно ли это вообще для вас, да. Дальше мы поговорим о том, кто же наш главный критик, как преодолеть тревогу, понятно, что мы все с этим сталкиваемся, но надо научиться жить с тревогой, да, с какой-то вот со стрессом преодолевать тревогу и понять, да, кто же критик, окружающий или все-таки мы. Следующая тема, как наши мысли связаны с эмоциям и поведением, да, как такая симбиоз, и следующая тема, как быстро помочь себе в разных ситуациях стресса, да, опять же-таки техники саморегуляции в том числе. Вот те темы, которые мы уже набросали на данный момент, возможно, мы с вами в рамках модуля Mental Health ответим на все эти вопросы, возможно, у вас возникнут свои вопросы, которые будут вам более актуальны, более интересны, именно поэтому я еще раз говорю о том, что нам очень важна обратная связь, ваши пожелания, ваши предложения, чтобы наполнить наш блок не только информации, но актуальной и полезной информации именно для вас, вот. Анонсы предстоящих мероприятий вы всегда можете видеть на сайтах, на сайтах, видимо, эксперта, да, в ИСУ, в социальных сетях, все материалы, как правило, также будут предоставляться, понятно, что в рамках одного занятия мы не сможем охватить все, да, если вам какие-то темы больше будут актуальны, мы сможем их раскрыть в дальнейшем, если вы об этом с нами поделимся. Вот, в рамках про блок Mental Health, в принципе, все понятно, если у вас возникли какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, сразу в чат, я сейчас не буду останавливаться на них, да, но мы обязательно их рассмотрим, рассмотрим, разберем какие-то организационные, возможно, вопросы и так далее. Пишите в чат, не стесняйтесь, Анастасия, я думаю, нам всегда, если что, потом расскажет, если что-то будет очень волнующее, нужно ответить будет здесь, сейчас. Ну что, теперь перейдем к основной теме нашего сегодняшнего мероприятия, да, психология и самодиагностика, как психологические методики помогают лучше понять себя. Ну, понятно, что наша жизнь это бесконечная какая-то, просто бесконечная, действительно череда событий, ситуаций, каких-то дел, возможно, где-то победа, в чем-то мы терпим поражение, ну, и в первую очередь наша жизнь – это постоянное взаимодействие с окружающим нас миром, с окружающей действительностью. Мы живем, кроме того, еще в век, и тем более мы живем, можно сказать, на работе в ВУЗе информационных технологий, высоких технологий, это не скачаемый поток какой-то информации, которую нужно быстро усвоить, быстро применить, получить какую-то обратную связь, сделать еще при этом полезной. И чтобы соответствовать всем этим большим требованиям, которые нам диктует окружающий наш мир, нам, конечно, нужно преодолевать трудности и разбираться в себе в том числе. Разбираться в людях, которые нас окружают, да, уметь находить с ними общий язык, быть пластичным, да, то есть уметь справляться со стрессом в любой момент, ну, и понимать себя. Именно поэтому мы запустили данный блок, да, поэтому вот психология в сфере образования в том числе очень важна и становится актуальным практически. Знания в области психологии становятся актуальны, ну, практически вот с каждым днем все больше и больше. Мы можем сказать с уверенностью, что, наверное, еще 10 лет назад про психологию мало кто даже, ну, так глубоко ей интересовался, да, а сейчас уже каждый читает какой-нибудь блог в Инстаграме или в интернете психолога, да, и пытается как-то познать себя. Вообще, что же такое психология, да, на самом деле определений очень много, ну, все-таки это понятно, что это целая наука, да, это не какой-то… Это целая сложившаяся уже наука о психике человека, о закономерностях ее проявления и, конечно, о развитии, да, о том, как мы, наша психика, реагирует на окружающую нас действительность, которая меняется, да. Поэтому, учитывая важность еще того, что наши преподаватели регулярно сталкиваются с огромными нагрузками, да, с технического вуза, который диктует постоянное развитие, вот эти вот когнитивные нагрузки на нашу психику, мы решили, что вот именно блок, да, mental health, психическое здоровье – это прямо то, что нужно нашим преподавателям. Подумать о себе, о своем здоровье и о своем благополучии. Вообще, психическое здоровье, да, элементальное здоровье еще его называют, это состояние нашего больше эмоционального, наверное, да, какого-то социального благополучия, ну, и психологического в том числе. Ну, если смотреть, как Всемирная организация здравоохранения дает определение, да, то это состояние благополучия, в котором человек может реализовать свой потенциал, который в нем заложен, да, он способен справиться с какими-то обычными жизненными стрессами. Мы сейчас не говорим, да, о каких-то ЧП, мы говорим про обычные стрессы жизни, и в этих стрессах мы можем жить, мы можем развивать себя, проявлять свой потенциал, мы можем продуктивно и плодотворно работать и при этом выполнять все свои роли, да, в обществе, вот, вносить какой-то вклад. Поэтому от состояния именно психического здоровья, конечно, зависит очень многое. Даже элементарно то, что мы, ну, это, наверное, ни для кого не секрет, что когда мы испытываем какие-то сильные нагрузки, стресс, да, наше психическое здоровье становится таким шатким, у нас это отражается даже на нашем здоровье физическим, да, то есть, ну, например, какие-то психосоматические заболевания из серии язвы желудка, да, и заболевания сердечно-сосудистой деятельности. В принципе, это доказан научный факт, что так или иначе, одним из триггеров, да, становится в том числе стресс и какие-то жизненные ситуации, на которые мы реагируем, наверное, слишком остро, в том числе. Вот хотелось бы узнать сначала у вас, у дорогих спикеров, чтобы у нас все-таки, у дорогих зрителей, вот, чтобы у нас все-таки был с вами контакт, как вы справляетесь со стрессом, как вы помогаете себе, такие лайфхаки, да, небольшие пару предложений, все-таки быть в форме, свое психическое здоровье держать в форме, в тонусе, учитывая, что действительно наша работа действительно сложна для нашего мозга. Вот, напишите, пожалуйста, в чате, мне было бы важно, может быть, у кого-то есть свои мысли, что помогает держать ваш мозг в тонусе, да, ваше психическое здоровье в том числе. Хожу в бассейн, да, отлично. Физические нагрузки, занятия спорта, это просто, на самом деле, отдых, спорт, спорт и отдых. Вот, есть вариант сон и, да, какие-то деятельности творческие, например, рисование картин. Баня. Ленивые дни – это лайфхак, который должен для себя каждый, наверное. Это сложно реализовать ленивые дни, но это то, что должно быть в вашем, не знаю, рационе, как мы едим фрукты и овощи, так и ленивые дни должны быть в нашей жизни. Ага, «Выезд на природу» – хорошая книга. Действительно, как правило, да, это какая-то активность, которая, наверное, замещает наши мысли, о которых мы все время думаем, о работе, да, о проблемах, которые… Это такая смещенная активность, например, да, когда мы занимаемся каким-то видом деятельности, или, наоборот, можем просто восстановить, подчеркнуть силы, например, из сна, из бани, да, и так далее. Отличный лайфхак. На самом деле… Так, хороший вопрос, если человек вообще все больше пребывает в стрессе, то в какой момент стресс для него становится нормой? Да, хороший, да, действительно вопрос. На самом деле человек понимает, что стресс уже становится не нормой, когда это напрямую отражается на его деятельности, да, на его продуктивность, ну, например, вы понимаете, можете сравнить, что если вы, например, не так давно, да, мы говорим не пять лет назад, а, например, полгода назад могли сделать то, все, пятое-десятое, да, а сейчас у вас нет сил даже выполнить элементарные какие-то свои основные, да, поручения или свою основную работу, то, наверное, это говорит о том, что стресс действительно накапливается, накапливается, и у вас нет какого-то ресурса, с помощью которого вы бы могли подчеркнуть новые силы, да, вот, и, конечно, ваше тело, насколько у вас уставший вид, и как часто вам говорят о том, что выглядишь, мягко говоря, не очень, все ли у тебя хорошо, насколько вы испытываете проблемы со сном, головой, головная боль, это всегда, да, или какие-то другие хронические заболевания, которые обостряются, например, тот же желудок, да, проблемы с сердцем, иногда это может дерматит какой-то проявляться в том числе, то есть на самом деле, когда у вас хронический стресс, тело вам подсказывает о том, что ваше психическое здоровье сейчас находится в большой опале, да, и вам нужно что-то менять, что-то делать, ну, хорошо, спасибо вам за ваши ответы, идем потихонечку дальше. Нашу первую встречу мы решили, нашу первую встречу мы решили поговорить больше про то, как лучше понять себя, при том, что акцент мы сделали не на банальном, да, помедитировать и понять, что со мной не так, а на таком, ну, я, наверное, как клинический психолог решила, что познакомить вас на какими-то методами самодиагностики, с тестированием, да, будет, в принципе, хороший способ, да, в том числе понаблюдать за собой. Акцентируя сегодня больше внимания на психодиагностических каких-то методах. Вот, психодиагностика личности основана на, конечно, на каком-то теоретическом базисе, да, на теоретических основаниях и базовых концепциях личности. Как правило, мы говорим именно, будем и будем говорить именно о личности, потому что, несмотря на то, что личность такое понятие достаточно изменчивое, мы постоянно меняемся, постоянно становимся другими, да, это изменчивая категория. И понятно, что если мы диагностируем и пытаемся понять себя сегодня, да, мы уже не можем гарантировать, что через несколько дней, да, мы не станем другими, и не нужно будет, например, снова пройти какую-то диагностику и найти в себе какие-то новые особенности. Поэтому если рассматривать понятие личности, да, то важно понимать, что вообще, так сказать, в отечественной психологии используются три основных термина, три основных характеристики человека. Человек как индивид, человек как личность и индивидуальность. Когда мы говорим про человека как индивида, да, это такое биосоциальное определение человека. Все мы представители Homo sapiens, носители каких-то биологических индивидуально своеобразных черт, да, у нас там вес, рост, цвет глаз, все это определенным образом складывается в наше понятие как индивид. Когда же мы говорим о личности, то здесь уже такая совокупность индивидуальных свойств психики, да, ну, например, там подвижность, да, активность нервной системы, то, что нам дано уже природой, накладывается и даже больше, можно сказать, управляется социальной активностью, да, в каком обществе мы находимся, какой образ жизни мы ведем, с кем общаемся, какой вид деятельности осуществляем ежедневно, то есть условно кем мы работаем, да. И таким образом формируются такие черты, как там самостоятельность, способность к творчеству, да, доброжелательность, это и будут характеристики именно личности, поэтому, говоря о личности, мы всегда говорим об социальных отношениях, да, не зря говорят, что человеком мы рождаемся, а личностью мы становимся, да. Личность – это категория социальная. Есть еще третья категория – индивидуальность, это некоторое неповторимое своеобразие психики каждого человека, то, когда мы складываем личность, да, особенности нашего поведения, да, наши индивидные свойства, и тем самым мы становимся уже не просто, да, не знаю, преподавателем, да, становимся там Иваном Ивановичем, мы индивидуальность, мы Иван Иванович, у нас есть индивидные определенные свойства, у нас личностные особенности есть, у нас есть еще множество статей, которые мы там написали, да, и опубликовали, поэтому именно это делает нас индивидуальностью. Вот сегодня наш разговор, и даже, наверное, в большей степени в Mental Health мы будем говорить о личности, о таких характеристиках, которые характеризуют нас, как, с одной стороны, индивида, есть какие-то биологические основы, да, с другой стороны, субъекта социальных отношений, да, взаимодействия с обществом. Еще чуть-чуть поговорим о том, чем будем заниматься сегодня, да, что вообще можно измерить в личности. Понятно, что очень много это какие-то знания, это и эмоции, и тут же темперамент, и тут же способности, и вообще психодиагностика как наука используется в очень многих профессиональных сферах, да, это, ну, начинает, например, какой-то педагогики, да, HR, профориентации, какой-то, безусловно, патопсихологии, да, когда мы сталкиваемся уже, например, с психиатрией, да, в том числе, на судебных экспертизах, везде используются методы психодиагностики, да, и это очень важно, потому что настоящая, да, научная психодиагностика, она всегда использует строгие какие-то методики измерения, для них характерна точность в обработке, да, это не тест в журнале каком-то либо всеми известном, где мы прошли, сделали вывод, что мы, у нас есть какие-то проблемы, да, и, собственно, с этим потом живем, думая о том, что вот я знал всегда, что журнал «Космополитен» скажет обо мне всю правду. Нет, это не так, на самом деле настоящая психодиагностика всегда проводится человеком, имеющим для этого определенные компетенции, это психолог, да, который знает, как правильно организовать процедуру исследования, знает, как правильно обработать результаты и, собственно, сделать правильный вывод. Как правило, это всегда не одна методика, да, это набор каких-то методов, которые помогают определить и четко характеризовать личность. Сегодня, конечно, хотя я для вас подобрала и максимально научные, да, хоть и адаптированные в онлайн формате методики, которые абсолютно точно валидны, да, и имеют под собой научную базу, которые используются в том числе мной и моими коллегами, да, для диагностики, но они так или иначе характеризуют вас, хотя вы, возможно, не сможете полностью представить о себе, да, сложить полный пазл, но вы всегда с этим можете обратиться к кому-либо из коллег, из психологов, да, чтобы получить обратную связь, но об этом еще поговорим. Вот, немножко также про методы психодиагностики. Они бывают формализованы, да, это тесты, это опросники, это проективные техники, проективные техники, то есть при помощи, например, рисунков, да, вот пятна Равена всеми известные, да, или цветовое восприятие и так далее. И психофизиологические методики, они выявляют особенности именно психики человека, да, нервной системы в том числе, темп, выносливость и так далее. Есть еще малоформализованные методики, методы, как правило, они обычно, ну, менее точные, наверное, это наблюдение, например, беседа, анализ продуктов деятельности, да, ну, если, например, там, ребенок, да, но потому что, как бы, когда психолог, да, оценивает так или иначе данные, ну, например, анализ продуктов деятельности, да, человека, то, конечно, у него есть своя субъективная оценка, да, и здесь мы говорим уже о том, что нет, как бы, точность будет мала, нежели, например, в каком-то тесте или опроснике, хотя как дополнение, например, та же самая беседа действительно бывает очень полезна в общении и в психодиагностике человека, вот, что, в принципе, может, да, исследовать методы психодиагностики, это, во-первых, интеллектуальную деятельность, да, познавательную, мы говорим не про интеллект, не про IQ, да, а именно про интеллектуальную, да, вот, интеллект как такой собирательный уже образ, личностная сфера, да, общение, взаимоотношения, то, как мы общаемся, ну, и разве личные виды деятельности, когда мы уже говорим о более конкретных, да, видах деятельности в какой-то, в какой-либо профессии, вот, диагностика познавательной деятельности, да, мы, как правило, изучаем память, внимание, речь, мышление, воображение, ощущение и интеллект, да, это как раз-таки мы говорим больше о, наверное, закономерностях работы нашей нервной системы, да, и говорим о том, ну, больше, наверное, да, действительно про индивидные какие-то свойства, и начать сегодня мы хотели, хотела бы я вот именно с познавательной, диагностики познавательной деятельности, у нас будет небольшой тест, вот, который в целом, наверное, покажет, насколько у вас физиологически, да, нервная система, в каком состоянии находится, что, возможно, стоит развивать в себе, да, что уже развито сполна, вот, и активно используется в какой-либо деятельности. И диагностика личностной сферы, это тоже, конечно, важное звено психодиагностики, да, мы, как правило, можем говорить про самосознание, то, как человек, да, воспринимает себя, про самооценку, характер, темперамент, мотивы, поведение, и на самом деле перечень очень большой, на очень еще много чего можно измерить с помощью диагностики именно личностной сферы. Итак, ну что, ладно, от теории мы перейдем к практике все-таки, да, как я уже сказала, все наши мероприятия Mental Health больше будут акцентированы на какую-то активную деятельность, поэтому прошу сразу, ну, каждый участник, который пришел к нам, должен сразу для себя понять, что он только, только ему это нужно, да, как-то, не знаю, максимальная мотивация, да, только ему это нужно, только себя он исследует, никуда эти результаты абсолютно не пойдут, и мы лишь такой мостик налаживаем между вами, да, и какими-то, наверное, инструментами, которые вам помогут. Вот, сначала я хотела бы немножко поговорить про диагностику познавательной деятельности, да, ну, а, кстати, да, еще такое по организационным вопросам. Сегодня будут три методики, после прохождения каждой мы будем, то есть закончили какую-то методику проходить, возвращаемся обратно, обсуждаем результаты, я даю обратную связь о том, собственно, что-то может быть интересного, на что стоит обратить внимание, да, если вам необходимо, вы задаете вопросы, при том, обращая ваше внимание, что, да, это ваши там личные какие-то, возможно, будут личного характера вопросы, вы можете написать в чате именно мне, то есть, ну, выбираете в чате, там, например, Вера Шаврина, да, и посылаете именно мне вопрос, чтобы я, как бы, не называя вас, просто ответила на него, либо мы можем потом еще, я тоже это проговорю, в индивидуальном порядке еще какие-то вопросы обговорить, да, на личной консультации, да, и так далее. Вот, возможно, что-то вы для себя новое подчеркнете, определите какие-то потребности в развитии, да, когда вы будете проходить и увидите результаты. Если вас что-то заинтересует, опять же-таки, обязательно говорите в том плане, что вам было бы интересно в дальнейшем в рамках Mental Health, да, послушать, про что именно. Вот, потому что в целом, вот, вы будете проходить тест, да, у нас есть ссылка, я в чат смогу, я думаю, отправить отдельно, либо по QR-коду. Прошли методику, получили сразу обратную связь, там, в принципе, будет все написано, то есть по итогам я просто вам буду говорить такие общие моменты, и без ваших вопросов, именно относительно вашей какой-то, да, потребности, мы, конечно, не сможем более глубоко погрузиться. Вот, итак, первый краткий отборочный тест, его еще называют КОД, вот, на самом деле это надежная, достаточно валидная, да, методика, она состоит из 50 вопросов, но не пугайтесь. Они помогают определить, как бы, умственные способности, но не интеллект, не IQ, да, он больше характерен, это больше про то, какой стиль мышления у вас есть, да, насколько вы быстро реагируете, ну, и другие психофизиологические особенности. Вот, там будет, собственно, что будет измеряться? Будут измеряться общие умственные способности, вербальный, да, интеллект, числовые способности, логические и пространственные, как вы в целом, пространство, как оценится ваше пространственное воображение, концентрация внимания и так далее. Вам нужно будет за 15 минут, то есть вам будет тест, всего там будет ограничено время 15 минут. Ответить вот на столько вопросов, сколько вы сможете. Их всего 50, конечно, нужно будет стремиться ответить на все 50 вопросов. Поэтому, если вы понимаете, что вы не сможете, не можете ответить на этот вопрос, не получается, слишком долгое время занимаете, то вы его пропускаете и переходите к другому, работайте вот как можно быстрее с этим вопросом. Вот, если у вас есть возможность, можете подготовить ручку, бумагу, да, как-то, да, если вдруг что-то нужно будет такое записать, потому что там, например, будет нам атипатическое вычисление, да, какие-то вопросы. Если какие-то задания теста вот не получаются, да, не задерживаемся, не надо слишком долго над ними сидеть, оцените свои силы, получится, не получится решить, переходите к следующему. Потом возвращаемся сюда, пожалуйста, ставьте плюсик, да, как только вы закончили, ставим плюсик, чтобы я понимала, в среднем все ли уже к нам вернулись, мы могли обсудить какие-то результаты и я могла дать какую-то обратную связь. Хорошо, тогда сейчас в чат я... Анастасия, вы можете продублировать в чат вот ссылку? У вас вроде тоже есть презентация. Все уже в чате. А, все? Отлично. Ну что, тогда начинаем и возвращаемся сюда, как только будет возможность. Все. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . . . . Спасибо. Спасибо. Коллеги, у всех ли все получается? Какие-то вопросы, может быть, возникают? Лучше впишитесь как-нибудь. Вдруг кто-то… Также попрошу написать те, кто закончили, да, плюсик, что вы закончили. Было бы здорово. elgmail. Я зависала. Это, видимо, все наши преподаватели ринулись его проходить, и он завис. Ну, или завис ваш интернет. Ну ничего, если что, мы еще подождем, в принципе. Если по каким-то причинам не удалось пройти, да, вам, в принципе, коллеги пришлют презентацию, будет ссылка на этот тест, вы сможете пройти его повторно, если хотите, или если не получилось, то все-таки его закончить, да. По результатам там есть обратная связь, и если у вас, я в целом дам общие какие-то результаты еще, да, общие, так сказать, немножко расскажу, ну и серия, если у вас низкие показатели, чтобы вы там не падали в оморок, что все, конец моей интеллектуальной деятельности, вот. Вот, и если у вас останутся какие-то вопросы, пишите мне на почту, я всегда рада ответить, как-то всегда выйду на контакт, можем созвониться на зуме, можем обсудить это лично, если какие-то есть вопросы и волнения, да, то, пожалуйста. Так, Дарья, да, вижу, но видите, вот, да, возможно, там, хотя я на самом деле проходила, в принципе, там не нашла каких-то серьезных проблем, он соответствует, ну и, вопросы соответствуют официальным, да, вопросам, несмотря на то, что это онлайн. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Да, я сама, когда проходила тест, иногда думала, что, ну, то есть это тут еще как раз на понимание, да, своих сил, когда ты думаешь, что нужно ли уделить этому внимание, я точно справлюсь и на каком-то вопросе действительно зациклюсь, потому что ты знаешь, что он хороший вопрос, ты вот точно с ним справишься. С другой стороны, да, вот это время, опять же таки, то есть такая определенная ситуация еще стресса, когда ты понимаешь, что ты можешь вообще потом ни на что не ответить, создает вот такой момент выбора, да, идти дальше или все-таки зависнуть, хотя, согласно, есть вопросы, даже иногда обидно потом, когда не отвечаешь на них, насколько хотелось бы тоже все-таки дать правильный ответ и знаешь точно на них вопрос. Особенно, что касается математических вычислений каких-то, тут вот думаешь, вот стоит ли сейчас уделять этому времени, да, как-то считать что-то или лучше идти дальше и не стоит? Ну да. Результаты остаются у вас, да, вы можете сделать скрин, сфотографировать, если вы хотите их со мной обсудить, вы можете это сделать либо сейчас, например, да, в целом какие-то общие такие вопросы остались, либо вы можете прямо вот написать мне, ну, отправить, грубо говоря, свой результат, да, и получить от меня какую-то обратную связь. Мне бы было, конечно, удобно, это не в переписке, да, а чтобы мы с вами как-то созвонились в удобное вам и мне время и обсудили. Поэтому вот если что-то, мне, конечно, результаты, они не нужны, вот это только все для вас, но если вы хотите об этом поговорить, то зафиксируйте их как-то. Лучше сделать скрин или сфотографировать просто, так было бы удобнее. Хотя я, когда проходила тоже, да, там ссылка, она остается, то есть если вы копируете ссылку и отправите себе, то вы снова вернетесь на результат теста, да, если вы будете с одного устройства проходить, то есть там не обновляются какое-то время. Средний процент? Ну, признаюсь честно, у меня было 50, где-то 8 процентов, вот. В среднем было бы интересно, это, кстати, хороший такой вопрос. Так, ну что, я думаю, в принципе, там, конечно, небольшинство закончило еще. Все, извините. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, коллеги, ну что, тогда, я думаю, закругляемся. Большое спасибо, вот такая была обратная связь о том, что действительно, наверное, слишком рано я начала глагольствовать, если кто-то не доделал, то извините, да, в следующий раз надо больше, конечно, давать времени. Вот, чуть-чуть по вопросам, да, вот если 100% высокие концентрации распределения внимания, за что это отвечает и на что влияет. Вот, вот как раз это пространственная оценка, да, это, если мы говорим про внимание, да, распределение внимания, концентрация, это пространственная оценка, то есть это воображение как раз. То есть ваш мозг, если так грубо говорить, это больше, наверное, правое полушарие, он больше заточен на то, чтобы как раз пространственные какие-то задачи на воображение, на представление и образы, удерживание этих образов в голове, как раз у вас максимально это выражено, это 100%. Подумайте, связано ли это как-то с вашей работой, да, и может быть с каким-то хобби, тоже такое интересное наблюдение. Так, Алексей, если Маша столько же лет, сколько Петя, то Маша считается моложе, если она позже родилась в том же году. Пожалуйста, это такой коллективный ответ на подумать в чате, потому что сейчас мой мозг занят немножко другим. Я вообще ответила на это, что, по-моему, вот в этой задаче, в общем, по-моему, ответила, что они равны. Не могу вам точно сказать. Так, вопросы вроде больше я не видела. Чуть-чуть про обратную связь, да, не нужно. Понятно, что там количество взаимоотношений. Если вы получили оценку по этому тесту высокую, то тем выше ваш сегодняшний на данный момент, на данную ситуацию, да, уровень интеллектуального развития выше. Понятно, что вы больше способны тогда к дальнейшему обучению, к развитию своей познавательной деятельности. Ну, конечно, не стоит переживать, если значение там среднее или ниже среднего. Возможно, что, во-первых, ситуативно, да, вы сейчас были не готовы, не поняли как-то инструкцию. Во-вторых, возможно, вы сейчас находитесь в состоянии, да, какого-то непродуктивного, да, то есть не стоит из-за этого думать, что вот все, мир закончен. Наоборот, нужно сделать какой-то вывод, да, если совсем низкие результаты, как я себя сейчас чувствую, а насколько много у меня отбирает, например, какая-то работа, если вы после работы, да, сил, что я сейчас даже не могу толком прорешать вот эти вот какие-то вопросы, да, элементарные. Вот, низкие результаты, как правильно, может свидетельствовать в том числе, да, вот о таких особенностях. Кроме того, чтобы полностью выявить, да, всю познавательную деятельность, все интеллектуальное развитие, лучше, конечно, использовать тесты, как правило, это используется отдельно на память, да, это, например, методика 10 слов Лурия, да, на внимание, да, это какие-то, опять же, такие тесты на моторику в том числе. И только комплексный анализ, который под интерпретацией действительно, как бы, человека, который специализируется на этом, может дать вам какой-то ответ. Здесь наша цель была основная – посмотреть, насколько сейчас ваш уровень, да, он соответствует среднему значению, ниже среднему или высокому, да, насколько понять, да, там же прекрасно, на самом деле, развернутый ответ в конце. Там даже есть некоторые рекомендации, да, которые можно использовать, там, прорешать больше логических задач, да, если у вас, например, в каком-то, по какой-то шкале меньше результат, да. И мы понимаем, что мы всегда можем развивать у нас какие-то способности. Если сейчас вы видите, что, например, и вы, например, больше работаете с математическими выступлениями и видите, что на данный момент вербальный интеллект, да, он низкий результат, то, возможно, вам нужно именно на это обратить внимание, да, потому что это напрямую может влиять на ваши особенности коммуникации, да, на понимание другого человека в том числе, даже так. Вот, поэтому в ваших силах все развивать в себе, все необходимые качества, да, и идти дальше. Вот, Анатолий, спасибо за комментарий, что да, динамики, вы можете, пожалуйста, вот это ваш инструмент, берите теперь, да. Понятно, что там уже будет с каждым разом не такой, наверное, качественный эксперимент, потому что вы будете заучивать, время будет у вас все больше и больше, поэтому, конечно, постоянно регулярно проводить данный тест невозможно, он не будет давать действительно правильные результаты. Но так или иначе, в какой-то, например, момент вы можете посмотреть, да, после, например, каких-то упражнений, повторно, да, вот позанимались вы, например, с логическими какими-то купили себе книжку, установили приложение на телефоне про логические, да, какие-то головоломки, вот позанимались, посмотрели, проверили в следующий раз, насколько у вас будет выше, например, да, показатель. Так, хорошо, если что, вопросы, пожалуйста, еще можно задать потом в конце. Мы идем пока дальше. Так, дальше мы перейдем к диагностике личностной сферы. Так, пока уберу, чат пока тоже уберу. Здесь я тоже подготовила такую достаточно обширную методику, да, индивидуальный типологический опросник. Там будет много шкал, но здесь мы больше будем говорить про вашу личность, да, не про ваши какие-то психические особенности, да, а именно про личностные особенности. Вот, что говорит, там будет несколько шкал, и достаточно инструкция проста, я сейчас ее расскажу, несколько будет шкал, по которым мы потом в дальнейшем, как только вы пройдете, также поговорим и попробуем также разобраться, да, что и как, что и как с вашей личностью. Вот, что касается инструкции, все очень просто, будут даваться утверждения, их там 90, по-моему, 90 с чем-то. Вот, ну, не пугайтесь, утверждения простые, вам нужно будет прочитать каждое выражение и выразить свое согласие или несогласие с ним. Постарайтесь, с одной стороны, конечно, делать осознанный выбор, да, то есть понимать, что этот ваш ответ отражает вас, с другой стороны, не зацикливаться на ответе, не искать правильный или неправильный, тем более, ответ. Это только нужно вам. Как вы субъективно поняли данное высказывание, так вы на него отвечаете, потому что каждый может, конечно, по-разному воспринимать, да, могут быть какие-то высказывания такие достаточно двусмысленные, да, но здесь, конечно, делаем и отвечаем так, как мы считаем нужно, потому что правильных, неправильных ответов здесь, в принципе, не может быть. Вот, примените к себе высказывание, подумайте, согласны вы с ним или нет и ответьте. В принципе, достаточно тоже быстро заканчивается, проходится 90 высказываний. Как только закончите, пожалуйста, также не пугайтесь, 90 вопросов, там не страшно, она достаточно простая. Закончили, пожалуйста, плюсик в чат, чтобы я не начинала болтать раньше времени и никого не отвлекала. Все, let's go. Спасибо. 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 meg Так, коллеги. Смотрю, плюсики перестали появляться. Оставьте, пожалуйста, еще плюсики те, кто не закончил, точнее кто закончил... Все обязательно поясню, не переживайте. Страшные понятия, не нужно думать, что все, жизнь кончена. Это еще раз говорю о том, что это способность понять себя и подумать, задуматься над тем, что же нужно в себе как-то. Вот, пошли плюсики, а я сижу, жду. Ладно, отлично. Так, сначала начнем по порядку. То, что ничего не понятно, ну, это, как я уже сказала, это научная методика, поэтому прошу прощения. Просто это нужно, как бы, если мы хотим все-таки научное тестирование, то мы должны понимать, что это будет, да, какая-то терминология, потому что это пытаться, должен заниматься психолог, хотя есть те характеристики, которые уже там описаны. На что стоит обратить внимание, да, у вас получилось, что две, во-первых, шкалы, да, написанные с выраженностью или невыраженностью того или иного, той или иной характеристики, да, вот там зелененькая, красненькая, да, насколько сильно выражена, там по бальной шкале. Кроме того, у вас появилась вот такая вот схема, да, как здесь, как мишень, да, похожая. Видно мой, надеюсь, курсор? Вот, появилась вот такая схема. Еще у вас появилась характеристика ложь, агровация, да, это насколько вы были искренне и все-таки отвечали правдиво, да, не машинально в том числе на те или иные вопросы, а все-таки делали это осознанно. Обратите внимание все-таки, чтобы показатели были ниже средних. Что касается шкал, то восемь основных шкал, да, это экстраверсия, интроверсия, в целом, думаю, понятно, да, многим спонтанность, сензитивность, сензитивность, значит, чувствительность, да, а сценичность, это значит такая работоспособность, да, тревожность, ригидность, это значит такая черствость, да, неспособность как-то проявить что-то в деятельности, да, и лоббильность, ну и в целом все. Есть еще вторичные шкалы, это там лидерство, некомфортность, агрессивность, конфликтность и так далее. По результатам тестирования, да, вот у вас будут и шкалы, и круг построен. Бальная система от 1 до 0, от 1 до 1 балла, значит, у вас плохое самопонимание, это не значит, что у вас оно не абсолютно выражено, значит, о том, что какие-то вы были не очень откровенны при обследовании, да, и пытались на данные, например, вопросы, посвященные этой шкале, ну, практически как-то не отвечать, потому что совсем не набрали баллов. 3-4 балла в пределах нормы, да, это гармоничность, ну как норма, давайте будем понимать, то есть норма есть патология, патология это психотерапия, да, уже, и, ну, как бы действительно такие заостренные какие-то черты. Норма, это значит, вы, наверное, вы находитесь в пределах нормы, и все у вас нормально. Вот, что касается понятия акцентуации, акцентуация, акцентуированные черты, это, вот если мы будем рассматривать, да, такую шкалу, то норма вот находится посередине, а дез норма, да, край, и вот акцентуация это крайняя степень нормы, да, это не значит, что это уже патология, нет, ни в коем случае акцентуация, это значит, у вас это наиболее заостренная черта, это наиболее вам свойственно, и вы на это можете как-то зацикливаться, да, и для вас это слишком важно, да, то есть это чуть выше нормы, это то, на что стоит обратить внимание, да, может быть, возможно, снизить, вот если вы набрали 8-9 баллов на какой-то шкале, то это избыточно выраженное значение, ну, давайте тоже понимать, если у вас тревожность, избыточно выраженное значение, да, то, соответственно, это, как бы, действительно, можно сказать, что плохо, у вас, возможно, какие-то уже накопившийся стресс, который вам очень мешает, да, если у вас экстраверсия избыточная, да, или интроверсия, то, конечно, я бы не могу, я не могу сказать, что это плохо или хорошо, вообще здесь нет плохих и хороших каких-то, да, значений, просто, это просто характеристика вас как человека, поэтому, если вы набрали 8-9 баллов по какой-то шкале, то это значение у вас выражено, да, особенно, и есть какая-то дезадаптация, это вам мешает, возможно, как-то в жизни, вот на что стоит обратить внимание, не на том, что вы ненормальный, а на том, что это вам может мешать во взаимодействии с людьми, выполнение своих профессиональной какой-то деятельности, просто, да, в активном образе жизни, да, если это тревожность, например, и так далее, вот, посмотрите внимательно сначала, не уходя в интерпретации, на свои шкалы, вот насколько у вас гармонично, да, и находятся значения все где-то в среднем, если у вас то, что минимум набрало, да, значит, вам этого качества немножко не хватает, да, если есть то, что слишком, да, 8-9 баллов, то по этому качеству у вас есть некоторый такой звонок, и вам это может очень сильно мешать, подумайте, в каких сферах жизни вам это может мешать, а проявляется ли это у вас сейчас, или вы даже этого не замечали, это тоже очень важно. Если у вас результаты методики, в принципе, подтвердилось, да, ну и в серии я вижу слишком большую, да, вот спонтанность, да, в своем, в своей диагностике, соответственно, я вижу там 8-9 баллов, наверное, это как-то мешает, например, в коммуникации с людьми, да, насколько часто у меня бывают конфликты, да, насколько часто я делаю поступки, которые мне мешают потом, и о которых я потом жалею, задумайтесь об этом. Ну и пару моментов о самих шкалах, да, экстраверсия, интроверсия, думаю, в принципе, всем понятно, да, экстраверсия, направленная к нашей энергии вовне, да, интроверсия на себя, вовнутрь, да, это полярные характеристики, все здесь характеристики, они, да, полярные. Спонтанность и сензитивность. Спонтанность – это раскованное такое самоутверждение, это наступательность, это стремление к лидерству, да, если вы спонтанны, значит, вы вот прямо наступательны в своих каких-то действиях, да, вы стремитесь быть к лидерам. И при этом, как правило, сочетают они в себе, если у вас есть такая особенность, что еще при этом к спонтанности у вас еще, да, вот если мы смотрим уже, кстати, извините, забыла, про диаграмму. Вот диаграмма в норме должна быть максимально вот 4, да, от 4 до 7. Если у вас есть, как на диаграмме людей, да, сензитивность, видите, вот выражена максимально, да, интроверсия и тревожность тоже такие показатели высокие, вот значит, в этом плане, да, личность, она направлена больше на интроверсию, на комфортное поведение, на нехватку, возможно, нехватка лидерских качеств, да, каких-то чувства воли и так далее. Если у вас, например, будет, ну, в сторону тревожности, да, 7-9 баллов, и плюс у вас будет еще комфортность, да, повышена, то понятно, что тогда стоит на это обратить внимание. То есть не пугайтесь вот этой вот диаграммы, она просто показывает, знаете, как колесо, оно должно быть круглое. Если у колеса есть какой-то угол, который мешает ему нормально катиться по дороге, ну, значит, на это нужно обратить внимание, на этот угол, что же, да, что и как. Вот, так, я говорила про спонтанность. Спонтанность, да, вот это вот стремление к лидерству. Если у вас сочетаются еще большие характеристики по агрессивности, например, и по экстраверсии, да, вот к спонтанности, шкала агрессивности и экстраверсия большая, то, соответственно, вам, возможно, это такой тип поведения сильный, да, с одной стороны сильный, с другой стороны слишком, может быть, наступательный, иногда поглощающий просто других людей, не дающий им высказаться, да, как-то, но при этом вы сможете с легкостью преодолеть какие-то, возможно, невзгоды, да, потому что у вас вот сильный гипертимный тип поведения, вот, а сензитивность, да, наоборот. Если у вас сензитивность, то есть чувствительность, да, ориентация на кого-то более, какую-то более сильную личность, да, на ранимость, комфортность, да, когда мы, у нас комфортное поведение, значит, мы идем за кем-то, да, плюс у вас выражена еще интроверсия, да, и, например, тревожность, то это говорит о том, что у вас слабый тип личности, мы не говорим о том, что слабый – это плохой, мы говорим о том, что вам всегда нужна поддержка, да, вам проще, возможно, уйти в себя, находиться с собой, и трудности, какие-то стрессы вы преодолеваете, наверное, более чувствительно, да, наверное, с большими потерями для себя, вот. Вот, это лишь описание каких-то личностных особенностей, да, настоящий момент, поэтому если у вас какая-то, опять же-таки, черта на данный момент выделена слишком, то, возможно, именно есть какие-то условия на данный момент в вашей жизни, которые провоцируют, например, ту же самую сензитивность, да, или, наоборот, спонтанность. Что касается ригидности, лоббильности, тоже такие вот, возможно, у вас возникнут вопросы, что это такое, да, это тоже полярные шкалы, если ригидность – это вот такой интроверт, да, с тугоподвижностью, вот он, у него есть какие-то установки, которые он не может поменять, у него есть какая-то, с одной стороны, настойчивость, да, с другой стороны, это прямо доходит до педантизма, когда он вообще не может поменять свои принципы ради чего-то там другого, да, это ригидность. Лоббильный человек, наоборот, он очень пластичный, он хорошо подстраивает какие-то новые условия, да, изменчивость, у него мотивация меняется от одной к другой, да, то есть он вот такой ригидный, да, и лоббильный, пластичный, вот. То есть тоже важно обратить внимание, насколько вы будете справляться со стрессом. Если вы ригидный, да, то вам сложнее будет влиться в новую компанию, да, справиться с какими-то новыми условиями, со стрессом, да. Если вы более лоббильны, у вас выражен этот показатель, то вам легче преодолеть какие-то сложности. Ну и показатель тревожности, да, вообще умеренный балл – 3, 4, 5, да, это умеренный балл по шкале тревожности. Это показывает в первую очередь на то, что вы с осторожностью принимаете какие-то решения. Не на том, что у вас, в принципе, есть какая-то тревожность. Нормальный человек должен быть тревожным, потому что это его такой, да, ступор, чтобы, стопор точнее, да, чтобы остановиться, понять, нужно мне это или нет, и начать действовать или не действовать. То есть если у вас 3, 4, 5 баллов, то, значит, вы осмысленно, с осторожностью принимаете какие-то решения, достаточно ответственно, да, но если у вас избыточная тревожность, если у вас высокие показатели, в том числе, если у вас есть акцентуация по тревожности, акцентуация, да, это крайняя грань нормы, то это склонность к каким-то страхам навязчивым, да, которые, паническим реакциям в том числе, да, которые могут мешать вам жить, это боязливость, поэтому вам нужно, конечно, практиковать саморегуляцию, да, методы какие-то расслабления, подумайте, что вам помогает справиться со стрессом, да, и действительно ли это вам помогает или только отсрочивает, да, какие-то мысли и так далее. Ну, вот из показателей в целом вроде все, то есть прошу вас не, конечно, вы можете почитать все характеристики, там много, возможно, сложных слов, но основное, что вы должны сейчас посмотреть, это насколько ваши показатели варьируются, насколько они в середине находятся, в средних значениях, есть ли какие-то шкалы, которые слишком выходят, да, и набирают максимальные значения, да, какие-то шкалы, вот, пожалуйста, на это обратите внимание. Так, сейчас я пробегусь по вопросам, так, ну, надеюсь, по результатам немножко стало более понятно, всегда готова, еще раз повторюсь, обсудить в личной беседе какие-то вас тревожащие вопросы, если вы видите, что какая-то характеристика у вас выражена, но вы, возможно, это даже как-то не замечали, да, но или интуитивно чувствовали, но боялись в этом признаться, да, или это вы связали с какими-то конфликтами там на работе, да, или с неудачами на работе, то, пожалуйста, пишите, давайте обсудим, я всегда рада. Так, интроверты не пугайтесь, это не говорит, что вы, у нас на самом деле в ВУЗе много интровертов, вот, это прекрасно. Так, много информации, надеюсь, немножко дала прояснение. Так, не расстраивайтесь, это тест, который просто говорит на данный момент, как вы себя чувствуете, потому что наша личность, она пластична, да, даже говорят, вот, характер не поменять, на самом деле характер можно поменять, это сложно, но это возможно сделать, вот, и акцентуация и дезадаптирующие черты, я вроде рассказала, да, акцентуация крайняя грань нормы, вы, как бы, находитесь в рамках нормы, но есть какие-то предпосылки, чтобы это переросло в какое-то дезадаптивное свойство, да, когда у вас это мешает вам жить и мешает вам активным быть участником процесса жизненного. Так, сейчас еще. Если большинство, например, у вас красные, да, оливковые, оливковые, это неплохо, красные большинство, то, возможно, вы сейчас либо находились в таком, как бы, состоянии, да, когда, ну, в каком-то напряженном таком, да, активном слишком, и у вас выдал этот тест. Кроме того, важно, какие именно, да, красные, какие именно красные шкалы, потому что некоторые зависят от другой, ну, как я уже сказала, например, спонтанность с экстраверсией, с теничностью зависит. Если у вас будет по ним, по всем трем красные, да, то, соответственно, это просто характеристика очередная, это не говорит, что вы ненормальны, да, это говорит о том, что, да, есть вот этот набор этой такого лидерства, да, агрессивности, чрезмерной агрессивности в хорошем плане, да, в том плане, что вы напористы, иногда это может быть слишком увеличено, да, то есть не пугайтесь, когда все там красное. Когда все красное, значит, скорее всего, вы не очень правильно рассчитали, отвечали на вопросы, да, или как-то это делали, возможно, неосознанно, или находились в каком-то состоянии, когда не нужно было, да, проходить. На данный момент это тест. Если есть оливковые, красные, то обратите внимание, да, именно на красные значения. Искренности. Про шкала искренности. Это как раз про то, вот, шкала лжи, да, то есть лжи и агрегации. То есть насколько вы, насколько вы были искренне, когда отвечали на эти вопросы, вот. Агравация. Это тоже как раз-таки про ситуативность, да, насколько вы делали осознанно выбор в пользу каких-то вопросов. Вот скажу про ложь и шкалу агравации. Очень часто ее включают в методики, потому что вот мы сейчас все замотивированы здесь. А бывает, что приходит к психологу, ну, например, профотбор, да, в МВД человек, и говорит о том, что, да, я спокойно, я вообще подхожу под, идеально подхожу под вашу, под кандидатуру, да. Но при этом, когда он начинает отвечать на вопрос, мы видим, что есть высокая шкала лжи и агравации. Это значит, что где-то он пытался смухлевать, а вычислять, ну, как бы можно обмануть на самом деле тест, а можно на самом деле попасться на его уловку, потому что есть какие-то вопросы, которые похожи друг на друга. Но если человек на эти вопросы отвечает абсолютно по-разному каждый раз, да, то это увеличивает шкалу лжи. Это может быть, конечно, индивидуальная интерпретация, но, как правило, значит, человек, может быть, неправильно понял инструкцию в том числе. Но вот эта шкала лжи, она ползет, и результаты, то есть нужно либо какую-то другую методику дать, да, либо все-таки задуматься о том, насколько искренен, да, этот человек в ответах или пытался обмануть систему. Пожалуйста, не уходим в запой, не тревожимся. Это ситуативный, да, тест. Насколько вы сейчас находитесь в состоянии тревожности, да, подумайте, что сейчас у вас изменилось в вашей жизни, возможно, больше нагрузка стала, что эта шкала могла увеличиться. Это все решается тоже на том, что мы создали mental health, чтобы все эти вопросы решать постепенно. От трех до семи средние значения, ну, вполне нормально. Ничего в этом страшного нет, если у вас нет каких-то выраженных явно черт. Так, чем меньше шкала ложь агроваться, тем лучше. Так, спонтанность и сензитивность на одном уровне. Значит, в этом направлении, то есть у вас такая вот золотая середина, у вас нет явно выраженных спонтанных каких-то черт, да, вы можете в конкретной ситуации быть и спонтанным, и в том числе чувствительным, да, и, как бы, таким более спокойным. То есть это, в принципе, в этом ничего плохого нет, может быть и такого. Вообще, как я уже сказала, вот это должно быть колесо, которое катится спокойно по дороге. Если есть какое-то выпуклое значение, да, то вот на это стоит обратить внимание. Так, если какие-то, да, совпадают, это, опять же-таки, нормально. Если нету, там, 8-9 баллов, 7, это, в принципе, акцентуация, да. Полярные вещи, казалось бы, но при этом, видимо, есть некоторая такая нестабильность, да, то есть, видимо, есть некоторая, вообще есть вот акцентуация, если рассмотреть, то есть несколько характеристик акцентуации. Есть шизоидный тип, да, это не шизофрения, это просто шизоидный тип акцентуации, замкнутый в себе, застыкленный на каких-то моментах человек. Есть лобильный цикл акцентуации. Это вот как раз-то, когда бывает, это, опять же, не биполярное расстройство от хорошего к плохому, а бывают сильные взлеты, сильные падения, например, какие-то, да. Слишком подъем, хорошее настроение, потом резко бывает плохо там, да. Но мы не говорим о депрессии, мы говорим, что плохо в том плане, что в пределах нормы. Вот, также и здесь, может быть, вы в какие-то моменты, да, спонтанность есть, акцентуация проявляется в большей степени, но при этом вы, как бы, в какие-то моменты, в зависимости от каких-то жизненных ситуаций, становитесь более сензитивны, да, и вот в таком, как бы, проявляете себя. Стоит ли бороться с интроверсией? Если это вам не мешает жить, то не стоит. Если вы чувствуете, что вы, например, как это, это все проявляется в нашей деятельности. Если мы видим каждый раз, что у нас не получается выстроить взаимоотношения с коллективом, каждый раз одно и то же, нужно подумать из-за интроверсии-то или из-за экстраверсии в том числе, да, вот, и делать какие-то выводы. А так, если вам комфортно самим собой, прекрасно. Так, интроверсия. Если высокие показатели интроверсии, сензитивность. Это как раз говорит о том, что, ну, замкнутый человек, очень чувствительный, да, как я понимаю, и из-за этого могут, опять же-таки, возникать в том числе предпосылки, ну, не к тревожности, да, но к самообвинению, например, в том числе, да, к боязни стрессов или каких-то сильных потрясений в том плане, что мы все, конечно, этого боимся, но у вас это может возникать как-то прям слишком большие переживания, да, или вы, наоборот, можете долго находиться в этих переживаниях, и, казалось бы, уже пора забыть и выбросить это из головы, а вы все еще находитесь в этих переживаниях, да, не можете отпустить ситуацию, вот об этом важно. Так, это я вроде ответила. Так, если ригидность, да, и спонтанность, у нас получается такой очень высокий результат. С одной стороны, у вас высокая работоспособность, вы можете, да, ну, слишком даже, наверное, стремитесь к лидерству, да, но с другой стороны, как только идет, как только вы не добиваетесь, например, этого лидерства, да, вам тяжело через это переступить, и это как бы такая заостренная черта. Да, то есть если вы, вот, да, вы лидер по жизни, да, вы наступатель, всегда самоутверждаетесь, пытаетесь достичь своего, и как только на вашем пути что-то есть, какие-то новые условия, к которым нужно приспособиться, у вас это не получается. Что, к чему это может приводить? Проблема, опять же-таки, в коммуникациях, да, ну, то есть вы продавливаете свою точку зрения, некоторые люди могут быть неспособны. Либо вы, наоборот, уходите в себя и начинаете думать, что со мной не так, да, зацикливайтесь на этих мыслях, что я не могу реализовать свою вот эту спонтанность. Надеюсь, ответила на ваш вопрос. Так, ну что, в принципе, если какие-то вопросы остались, пишите, пожалуйста, на почту. Я не знаю, готовы ли вы еще, я надеюсь, останутся те люди, кто еще готов все-таки остаться, потому что третий тест, он будет более такой простой, в том плане, что вы как бы, ну, немножко, там будет, наверное, тоже сложная интерпретация, но я вам, в принципе, все расскажу. Она будет больше, наверное, такая на интерес проявленная, потому что, смотрите, тест сонди, метод портретных выборок. Вам будет представляться портрет, и вам нужно будет выбирать самые, которые нравятся больше всего, чуть поменьше, потом, которые вообще сильно не нравятся, потом, которые, в принципе, более-менее тоже не нравятся, но в меньшей степени. Все вам еще расскажу. Но тест сонди – это психоанализ. Это та проективная методика, о которых я говорила. Есть тесты, а есть проективные методики. Ну и серии «Дом, дерево, человек», когда человек что-то рисует, да, и психолог, в первую очередь психолог, потому что там человек не может нарисовать и сказать, что у меня там, даже если у него книжка будет рядом. В первую очередь психолог говорит, что вот какие особенности есть. Вот. Также тест сонди. Сонди вообще был врачом и психологом. В 30-е годы он занимался больше, был преемником психоанализа Фрейда, всем известен, да, дедушка Фрейд, Юнга. И он в процессе своей клинической работы обнаружил, что люди на самом деле отбирают, закономерно отбирают людей внешне похожих, да, для общения, для коммуникации. Вот эта избирательность человека в общении с окружающими может говорить о его каких-либо особенностях личности. Вот. И он говорил о том, что есть какие-то неосознанные влечения к некоторым людям, да, которые как раз, которые, как правило, могут реализоваться, могут не реализоваться. То есть мы можем, например, у нас может быть влечение к некоторым людям, но мы, например, будем говорить, что у нас нет этого влечения, да. И вообще он говорил о том, что вот есть некоторые влечения в человеке, их восемь, да, и мы их, они у каждого есть в больше или меньше степени, но кто-то эти влечения полностью избегает. Он говорит о том, что я не хочу, да, я, например, там, не агрессор, я вот такой толерантный, я полностью как бы всегда всех понимаю, я не могу ни на кого злиться. Вот эту злость он как бы избегает. И тем самым это приводит к тому, что человек может, например, у него могут быть проблемы, опять же-таки, внутриличностные. Когда мы пытаемся что-то вытеснуть, так или иначе, по теории Зигмунта Фрейда, это такое бессознательное, оно проявляется у нас, да, это как-то. Вот. Не буду вас грузить теории, в чем суть тестирования и метода. Переходите также по ссылке, вам будут представлены шесть серий по восемь портретов каждой. Восемь портретов. Сначала вы выбираете тот, который вам нравится больше всего. Не пугайтесь, портреты странные, но это методика 30-х годов, но она до сих пор валидная, и даже ее можно использовать в абсолютно разных национальностях, да, то есть, но такие вот портреты немножко странноватые, но ее уже не меняют, потому что все-таки это большой научный труд. Вот. Сначала вы выбираете наиболее приятный для вас портрет, потом, ну, чуть менее приятный, но тоже симпатичный для вас. Дальше третий раз вы выбираете из этой же выборки, из этой же, да, восьми портретов. Тот, который вам вообще не нравится максимально, да, отталкивает вас. И следующий портрет, четвертый, ну, тот, который тоже вам не нравится, но в целом не так сильно, как вот, да, предыдущий. То есть выбираем, перед вами восемь портретов, выбираем самый любимый, чуть менее любимый, дальше, самый ненавистный и чуть менее ненавистный. Итак, шесть серий подряд. Вот. Даже если трудно сделать выбор, пожалуйста, выберите тот, ну, который вот меньше всего вам не нравится, да, постарайтесь все-таки что-то, сделать какой-то выбор. Дальше еще раз поговорим, и это последняя методика, потом возвращаемся сюда, вот, поговорим, последняя методика, наверное, надеюсь, вам еще есть, остались силы у тех, у кого есть возможность. девушки там есть, хотя мало похоже на девушек. Не забываем ставить плюсики, когда закончится. Дальше. Дальше. Спасибо. Дальше. 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 Продолжение следует... 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 да, никто, я уверена, как было сказано в комментариях, не сопьется, не уехал с депрессией, именно поэтому мы устроили такое мероприятие, да, тяжелое, возможно, но важно, чтобы вы поняли какие-то в себе, возможно, моменты, с которыми стоит поработать в рамках mental health, да, по размыслию. Если вы ни по одной методике неправильных, как вам показалось, результатов не было, совсем не за что зацепиться, ну, наверное, да, значит, так бывает, мы не попали в точку, да, эти методики к вам не подошли, о чем нам искренне жаль, но при этом мы готовы в дальнейшем взаимодействовать и все-таки стремиться, да, как-то узнать себя. Так, ну что ж, еще чуть-чуть про саму методику. Тест в сонде еще называют иногда судьбоносным, потому что он дает этот ответ вообще на многие вопросы, в том числе, почему человек делает выбор определенный в любви, в дружбе, в профессии, на работе, потому что какие у него есть предрасположенности, да, почему он как иногда, может быть, даже наступает на дни и те же гравли, да, но идет по этим граблям, тем не менее. Вообще данный тест делает упор на то, что шило вообще в мешке-то не утаишь, если есть какие-то особенности, да, даже которые мы вытесняем и которые пытаемся игнорировать, они рано или поздно у нас проявятся или, возможно, проявляются, но мы даже этого не замечаем, да, то, что заложено генетически, да, в человеке, с ним остается на всю жизнь, вот, причем нет ни хороших, ни плохих задатков, да, это две стороны одной медали, все, что вам написано и вы читали, вам показалось про вас как-то неприятно, да, ну, как бы не переживайте, нету чего-то хорошего и плохого, есть только те особенности, которые есть, и мы с ними живем, полное принятие себя такими, какими мы есть, все мы несовершенства и все мы себя по-разному как-то проявляем, вот, и нет ничего постыдного в каких-то характеристиках, еще, если вам мало ли показалось, что там непонятно, да, что во мне этого нет, ничего страшного, потому что сейчас объясню, почему, вообще три формы реакции есть, нулевые реакции, вообще ни разу человек не выбирал какую-то картинку, которая характеризует определенную категорию выборов, вот, то есть это нулевые реакции, и это не значит, что человек, вообще в нем нет этого, это значит, что он этого избегает, нулевые реакции, если мы не выбирали какой-то тип картинки, ну, вообще ни разу, это говорит о том, что с точки зрения психологии в лечении потребность является важной, на самом деле, для человека, да, но на данный момент она абсолютно, она уже либо удовлетворена, и он в ней не нуждается, либо он это вытесняет, есть полные реакции, когда выбираются четыре более раза портреты, относящиеся к конкретной категории, вот, есть средние реакции, портреты выбираются там два-три раза, да, как симпатичный или несимпатичный, вот, в результате, вот в конце вы можете видеть несколько факторов, да, с описанием личности, при этом напротив каждого фактора может быть значок плюс, минус и плюс-минус, это тоже является важным, потому что если вы видите на напротив фактора значок плюс, то это говорит о том, что вы удовлетворены данной тенденцией в себе, то есть вам то, что вот написано со значком плюс, в принципе, должно себе это нравиться, да, возможно, какие-то обстоятельства могут мешать, удовлетворять данную потребность, но в целом во всех факторах, где значок плюс, вы должны увидеть себя, свою личность, личность, при этом, при любом удобном случае вы стремитесь быть именно таким, и именно таким вы хотите казаться окружающим, да, потому что именно эту потребность вы пытаетесь всегда в себе удовлетворить. Если напротив буквы стоит знак минус, то есть какой-то фактор с значком минус, это значит то, что вы, это как бы негативный выбор, да, который говорит о том, что человек вообще не удовлетворен в соответствующую в себе тенденцию и возражает проявлению ее у себя. Это значит, что ее, не то, что у вас ее нет, она-то у вас как раз-таки есть, но вы, ваше, так сказать, эго, суперэго настолько подавило свое ид, свою внутреннюю какую-то особенность, что это вот прямо глубоко где-то спрятано. Вот. И ваши, наверное, и вот реализация данной потребности, так как вы ее, как бы, грубо говоря, вытесняете, она может мешать на самом деле вашим внутриличностным разным представлениям о себе и вызывать разные конфликты. То есть, если вы видите фактор со знаком плюс, да, есть еще плюс-минус. Плюс-минус это вот как раз средняя реакция, да, они в целом, ну, как бы, ну, это говорит о том, что периодически периоды то выбирается, то не выбирается. А вот если у вас плюс, то это значит, вы вот именно такой, таким хотите быть. И все ваши действия направлены, чтобы показать вот эту вот маску, да, вот это вот лицо. А минус, это значит, что у вас это есть, но вы это избегаете. А почему? Скорее всего, есть какие-то с детства установки, ну, из серии ты не должен бить девочек, да. Это, конечно, ты не должен бить девочек, да, но это не значит, что ты девочкам не можешь сказать, что ты о них думаешь, если они тебя обидели, правильно? И так далее. То есть, вот такое, обратите больше всего внимание на то, какие минусы у вас есть. Если вам это не нравится, прям максимальное отвращение вызывает, то, скорее всего, где-то глубоко это все-таки у вас есть. Ну, и в конце еще есть психоаналитическая интерпретация, ну, и такие общие характеристики, там в целом, я думаю, на нее стоит обратить внимание, но в целом там достаточно должно быть все понятно, это такие общие характеристики. Так, сейчас посмотрю вопросы. так. Дольше обратная связь. Амбитендентность. Вот, угроза дезинтеграции. Вообще это значение амбитендентность значит, что вы закономерно фиксируетесь, да, на чем-то или даже на ком-то одном. То есть, это такой постоянный выбор одних и тех же людей. Подумайте, есть ли у вас в вашем окружении те люди, которые очень похожи друг на друга. Может быть, это в отношениях проявляется. Выбираете одних и тех же людей за цикленность на определенном типе человека. Это как про ригидность, о чем мы говорили чуть раньше. Иногда это может мешать, потому что вокруг нас разные люди, и мы иногда, хорошо, если там, да, можем дезинтегрироваться, дезатаптироваться, если мы попадаем в среду, где абсолютно другие люди, мы не можем с ними установить контакт, связь, нам они не нравятся абсолютно. И все, пожалуйста, дезатаптация, дезинтеграция. Так. Если есть такой результат, как этическая проблема борьбы между добром и злом, как базисная наклонность, да, это полная двойственность в сфере контактов. Вот это как раз тоже валентность, да, такая, либо очень хорошо, либо очень плохо. В людях стремитесь всегда находить что-то плохое у вас есть, да, что вы считаете очень плохим или очень хорошим. И, конечно, вот эта борьба постоянная, что человек должен быть только хорошим, да, а зло это всегда только плохо. Есть ведь иногда серые оттенки, да, есть иногда, например, всегда можно найти в одном понятии что-то хорошее и что-то плохое. А у вас вот, возможно, такая прямо полярность. Либо хорошее только, либо что-то только плохое. Вот. Ну, по профессиям 30-е годы. Я надеюсь, вы с пониманием отнеслись к профессиям. Вот. Ну, больше делайте уклон на том, что вот, если вам дали там, не знаю, профессию портного, о чем это говорит, да. А то, что вот, скорее всего, кто такой портной. Это человек, который креативный, что-то создающий, да, свое. Что-то связано с постоянной регулярной такой деятельностью, да. Смотрите шире, пожалуйста, на это. Не значит, что вы должны бросить и тмо. Нет, мы к этому не идем. И пойти в портные. Абсолютно нет. Вот так. Ноль – это как раз-таки плюс-минус, да. То есть это в определенных, либо абсолютно не выбраны были данные, да, данный портрет, это средние реакции, да. Поэтому это может либо проявляться в определенных момент, да, только, вот. Либо абсолютно для вас не свойственна там характеристика, да. Больше обратите внимание на плюсы и на минусы. Где можно почитать про реакции? Тоже вот я не очень поняла ответа, да, но надеюсь, получилось мне задать. Кому интересно, вы можете, во-первых, я вам скину, да, материал, будет запись, вы можете прочитать, в принципе, про сонди, про тест сонди, чем он занимался, да, и его вообще Леопольд зовут. И какая у него теория, да, если вас заинтересовала данная методика. Вообще про реакции, да, я уже сказала, не бывает нулевые, полные или средние. Средние, когда в целом, да, у вас портрет выбирается два-три раза, это такая неярко выраженная какая-то особенность, на которую стоит обратить, возможно, внимание. Полные реакции выбираются часто, и это то, к чему вы, то есть у вас тенденция к чему. И нулевые реакции минус, да, это когда вы вообще не выбираете, значит, вы тесняете, игнорируете и подавляете в себе данную особенность. Так, профориентационные тесты хорошо. Я вам еще сейчас кое-что подготовила там в конце. стиль мышления наглядно-образный. Наглядности все в голове происходит. А, О, не очень поняла, что, наверное, да, что не противоречие. Наглядный образный стиль мышления – это абсолютно нормально. Это как раз-таки, да, когда человек предпочитает, ну, как-то запоминать, мыслить, да, информацию перерабатывать в себе в голове образами, либо как бы, ну, визуально, да, и при этом создавая какие-то образы. Например, когда мы… Вот есть такой тест-луре, тест-луре, по-моему, да, 10 слов, да, на память. И вот как запоминает человек? Он запоминает… Очень часто мы именно наглядно-образным мышлением запоминаем, да, когда мы представляемся какое-то слово, да, вот некоторые же так запоминают. И вот эту картинку у нас уже, когда мы запоминаем эти слова, там, лес, подоконник, стол, мы уже рисуем себе в лесу подоконник и стол, да, и тем самым мы будем потом выдавать слова. Образ… Вот. Да. Так, ладно, коллеги, пойдем дальше. Вот. Спасибо большое за ваши комментарии. Мне так важно, что хоть несколько человек, но это еще остается с нами. Я вам подготовила другие тесты. Вот. Ну, вы уже там сами посмотрите. Про профориентацию, я не помню, по-моему, здесь нету профориентацию. Я запишу, если что вам покидаю отдельно. На самом деле, профориентация такая вещь. Очень, на мой взгляд, тесты по профориентации уже стали… Это, как правило, советские тесты, которые немного устарели. И на самом деле, человек, его, да, готовность к данной профессии или неготовность лучше выявлять не то, что там человек, цифра человек, человек, да, хоть это тоже важно, но и про то, вообще, какие-то его цели в дальнейшем, да, ну, более глубоко нужно смотреть на профориентацию. На данный момент, вот, по мне, это немножко, этому мало удивляется. Внимание, я по профориентации подумаю с коллегами тоже. Либо вышлю какие-то методики, если вам нужны конкретные методики, либо тогда подумаем, может быть, как-то организуем тоже какую-то небольшую встречу. Подготовила для вас тесты. Это как раз про личность, тест Люшера с карточками. Многие, наверное, знаете, выбираете там какой-то цвет и тем самым характеризует ваш, да. Тест Люшера – своеобразная методика в том плане, что она тоже ситуативна. Иногда не все, например, психологи говорят о том, что тест Люшера вот подходит действительно, и он, как бы, и он достоверен. Поэтому, ну, это вот стоит к любым методикам, в принципе, применять. Тест Айзенка, да, это как раз тип эмоционального поведения, да, кто вы интроверт, экстраверт. Тест Хола – эмоциональный интеллект, да, распознавать эмоции и так далее. Дальше, социальное взаимодействие – это тест Лири как раз по взаимоотношениям с окружающими, тест Айзенгера, да, по уровень агрессии. Тест Томпсона помогает как раз, как вы себя ведете в конфликтной ситуации выявить. Дальше. Оксфордский опросник счастья, ну, мало ли, да, насколько вы психологически чувствуете себя благополучным, если кому-то понадобится. Конечно, шкала депрессии Бека, известная методика, все многие клинические психологи, психотерапевты ее используют. Вдруг кто-то почувствует в себе какие-то особенности, которые присущи депрессии, да, пожалуйста, пройдите данный тест. Уровень тревожности, потому что депрессия, тревожности – немножко разные, да, вещи. Какой вы тип тревожности, какие у вас преобладает, да, тревожность, на что вы больше реагируете, насколько подвержены стрессам. Нерациональных психологических установок понимаем, да, что есть объективное и субъективное восприятие. Есть и рациональные убеждения какие-то правильные, ну, в том плане, что объективные и иррациональные, необъективные. Так вот, какие негативные установки с детства у вас есть, как они могут на вас влиять, как раз в этом тесте есть. И тест на синдром хронической усталости про всех, у кого тревожность-то повышенная была. Вот, welcome. Если какие-то будут вопросы, пожалуйста, обращайтесь. В принципе, там где-то также онлайн сразу же выдает ответ, где-то нужно будет самостоятельно посчитать. Ну, в принципе, все практически онлайн адаптированы. Кроме того, про психологическую помощь. Помимо mental health, где мы будем общаться вот так же, да, уже какие-то практиковать конкретные методики, расслабляться, да, говорить о многих других понятиях. Есть еще разные сервисы под подбором психолога, в том числе дистанционная помощь. Вот, пожалуйста, они перечислены, да, и толк, ясно, писай-псай и так далее, да. Если вдруг вам понадобится, можете всегда обратиться. Есть в том числе психологические службы в Санкт-Петербурге на сайте Корздрава, вот мы дали прямую ссылочку. Можно позвонить, можно поговорить по телефону, можно записаться на прием, да, узнать более конкретно, куда обратиться. Пожалуйста, тоже. В нашем ВУЗе мы всегда рады психологи помочь вам, хотя мы очень загружены, но постараемся найти время, если это нужно. Есть, собственно, у нас Центр медико-психолога психологической помощи, да, там коллеги нас работают. В Центре сопровождения инклюзивного образования у нас есть психолог Александр Аболин, да, он будет в дальнейшем также вести мероприятие Mental Health. Также я, хоть я и заместитель директора, и, так сказать, вот, но все равно я клинический психолог, я всегда рада общению, взаимодействию. Если это не психотерапевтическая какая-то глубокая, да, работа, то психологическим консультированием я всегда рада поделиться. Дать обратную связь по тестам, если вы сегодня что-то для себя еще не проговорили, да, пожалуйста, пишите мне. Собственно, закончить я хочу словами Теодора Рузвельта, надо же поставить какую-то точку. Самая главная формула успеха – знание, как обращаться с другими людьми. А то, как обращаться с другими людьми, приходит только тогда, когда мы начинаем понимать себя, понимать свои особенности и стремимся, самое главное, себя понять, узнать, не переделать, ну, как пластилин немножко так вот, да, сформировать. Вот, поэтому всегда рада вас видеть. Сейчас посмотрю, что у нас еще тут осталось в чате. Когда появятся окна к психологам от МОО, сложно сказать, потому что этот центр, не мы этим занимаемся, к сожалению. Там, я знаю, коллеги действительно очень загружены. Презентацию пришлю, ссылочка, ссылочки будут работать, что запись будет, я думаю, коллеги разошлют. Вот. Спасибо вам огромное за то, что были сегодня, за то, что вы работали активно. Знаю, что это, возможно, было очень тяжело, но все равно, так или иначе, вы остались с нами, и мне очень приятно, что было столько заинтересованных людей, вопросов и, так сказать, обратной связи. Для меня это самая большая благодарность. Вот. Вера, спасибо большое вам еще раз. Я хоть и знала, о чем сегодня пойдет речь, все равно с большим интересом слушала и проходила тесты, каких-то не в первый раз, конечно, но это все равно не снизило градус интереса. Поэтому, уважаемые слушатели, если у вас есть какие-то вопросы сейчас, вы можете задать их в чат, пока вы будете их задавать, если они есть. Я немножечко организационно напомню. Да, запись, конечно же, будет, презентацию мы пришлем. Это все вместе с формой обратной связи. По сегодняшнему мероприятию вы сможете найти у себя на почте чуть позже. Также все записи, все материалы вы можете найти на сайте expert.itmo.ru, либо у нас в группе ВКонтакте. Или просто написать нам, и мы вам пришлем. Вот. Это что касается ближайшего будущего, что касается будущего, которое чуть дальше. Модуль Mental Health все-таки продолжает набирать обороты, как мы уже говорили. Следующее мероприятие у нас планируется в середине октября. Чуть позже мы его анонсируем, расскажем, чему оно будет посвящено, на что мы обратим внимание и чем будем заниматься внутри него. Также, возвращаясь к теме клуба для преподавателей формы обратной связи, мы спросим у вас про это, хотите ли вы участвовать, какие форматы для вас приемлемы и какое время работы, а также формы очно или заочно, потому что мы все-таки планировали очный формат, чтобы он был чуть более эффективный. Вам будет удобно. Пожалуйста, нам очень важно узнать именно ваше мнение, чтобы оттолкнуться от него при выборе настроек нашей будущей работы. Смотрим, есть ли у нас какие-то вопросы в чате. Вот тут спрашивают, как ко мне записаться. Я вообще не консультирую именно прямо в ВУЗе, поэтому если вы хотите ко мне записаться, то, пожалуйста, напишите мне на почту. Моя почта есть в ИСУ, на ИТМОшную, либо на личную. Напишите мне на почту, и мы с вами как-нибудь кооперируемся. Я дам свой номер телефона, в WhatsApp, любым удобным для вас способом. Я думаю, что я как бы рада буду ответить на вопросы. Вот, welcome. Поэтому я всегда готова, и просто, чтобы... У меня там номер телефона нашего центра, вот, опишите мне на почту, я продиктую номер телефона, и мы поговорим. Так что давайте. В целом, в основном, больше вопросов нет. Благодарности. Я, в принципе, к ним присоединяюсь. Спасибо большое, дорогие участники, за то, что уделили время. Пришли на семинар. Нам очень важно, что эта тема актуальна для вас. И тогда мы на сегодня заканчиваем. Будем ждать вас на следующих мероприятиях. Хорошего вам вечера, и всего доброго. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok